Не знаю, бывает ли у вас настроение, чтобы съесть суп? Скорее всего, настроение для супа это какая-нибудь холодная погода, правда? Ну, тем не менее, например, летом суп-холодник. Слышали про такой суп? Он из свеклы делается. Или зеленые щи из щавля и ватрушки к этим щам. Или там какие-нибудь холодные супы, ну, окрошка и так далее, и так далее. Или вот такие легкие воздушные супы-пюре. Вот я сегодня буду делать суп-пюре из земляной груши. Вот такую схему можно взять для любого корнеплода. То есть, если вам хочется суп из тыквы, суп из корня сельдерея, то вы берете сливочное масло и оливковое. Соединяете, ну, лучше же сразу взять такую кастрюлю с тяжелым дном или сотейник, там, где вы можете все остальные ингредиенты прямо уже томить и готовить. Дальше вы берете луковицу, в данном случае обычный белый репчатый лук. Не обязательно мелко резать. Для разнообразия вот таких оттенков вкуса добавить можно несколько видов лука. Главное, чтобы он по вкусу был там вот такой вот как бы не слишком ядреный, ну, а по цвету, чтобы он не выбивался вот из этой светлой гаммы. Поэтому я беру белый репчатый лук и кусочек стебелька лука-порей. Так как у меня, видите, все очень светлое. Картофель светлый, земляная груша, он же топинамбур, тоже очень светлый такой белый. Можно добавить какие-нибудь корешки, например, корень пастернака, можно добавить корень петрушки, они тоже светлые. Морковь я в такие супы не добавляю, потому что она мешает вот этому красивому цвету. Ну, если вам очень хочется и вы любите такую томленную отварную морковь, почему нет? Без чеснока, я считаю, никуда. Он дает не остроту, он дает вот пикантность и какой-то такой, знаете, ну, вот домашний вкус. Мне трудно себе представить, любое блюдо из картофеля, любой соус, который я готовлю дома, без вот этого сочетания, вкусное вот такое горячее масло, лук, чеснок. Очень важно, чтобы лук стал не зажаристым, вот в этом смысле. Это такая история, которая, она не характерна для наших зажарок, мы обычно их делаем карамельными, да, вот в нашей русской кухне. Это скорее, кстати, такие супы, они из французской кухни к нам пришли, с добавлением сливок, натертого сыра, на хорошем бульоне. Кстати, о бульоне поговорим. Вот у меня здесь, смотрите, какой прекрасный бульон. Он сварен с цыпленком. Хороший бульон, важно. Чеснок, бульон не добавляем никогда, потому что иначе куриный бульон горчит. Обязательно добавляем маленький секрет ягоды можжевельника. Ягоды можжевельника можно найти в таких отделах со специями. Что делает ягода можжевельника? Она освежает и дает такой цитрусовый, ну, конечно, это прям не лимон. Вот поймите меня правильно, это такая, знаете, такая нота, которая делает бульон вот нескучным. Вот что я бы сказала. Немножко лаврового листа. Есть лавровый лист, свежий, боже, это просто сокровище. Ну, а дальше тоже морковь. Морковь, лук на самом деле можно добавить в кожуре, вот у меня тут так и есть лук, добавлен в кожуре, продемонстрирую. Это помогает и вкусу, и цвету бульона. Обязательно бульон снимать с него пенку, конечно же, не слишком кипятить. Палочка сельдерея и корень сельдерей. Душистый перец, одну горошинку можно, не больше. Итак, смотрите, какая красота у нас здесь получилась уже. Вот теперь можно добавлять овощи, то есть картофель и земляная груша. Он же иерусалимский артишок, он же топинамбур. Картошки немного. Одну картошку для того, чтобы получилась вот эта гладкая консистенция, когда мы взбиваем. Потому что картошка, она дает вот эту крахмалистость. Овощи с луком, пареем, с чесноком и с маслом подружились моментально. А теперь наша задача это все, конечно, сварить. И я аккуратно сюда бульон. Вообще бульон вещь настолько прекрасная, вы знаете, у меня в морозилке всегда есть бульон. Бульон и рыбный, и, может быть, мясной какой-нибудь говяжий, может быть, вот такой куриный. Ну или остаются там какие-нибудь кусочки от цесарки, от индейки, грудная кость, грудина. Это все прекрасно идет для того, чтобы не обязательно брать цыпленка, для того, чтобы получился хороший бульон наваристый. Этот бульон может быть основой супа, этот бульон сам по себе хорош отварить, какую-нибудь лапшу, может быть, яйцо порубить, побольше зелени, гренки. Хорошо уже звучит, правда? Вот уже все очень аппетитно. Мы с вами ждем. Ну, реально нужно минут 20 для того, чтобы, если хотите еще меньше, можно еще меньше изрубить и топинамбур, и картошку. Чуть не забыла. Так, посолить. Я взбиваю прямо в кастрюлю, потому что, видите, я бульоном овощи, в принципе, покрыла. Здесь немного воды, он не будет водянистый. Если суп водянистый, очень сложно это спасти. Ну, нужно отварить дополнительно картошки, взбить ее в пюре и вводить уже в суп. То есть это еще на полчаса минимум работы. Поэтому здесь вот аккуратно. Суп должен быть идеально гладким. На мой взгляд, главное в супе пюре, ну, конечно, вкус, естественно, важно, чтобы вам нравились ингредиенты, из которых вы это делаете, будь то тыква, лук-порей, я не знаю, там, какие-нибудь зеленые овощи, брокколи, кабачки. Или вот, как у меня, фантастический вкус топинамбура, главное, чтобы не было никаких комочков. И чтобы, посмотрите, получилась абсолютно бархатная текстура у этого супа. Дальше, когда мы взбиваем, на самом деле, любой суп, абсолютно любой, он теряет температуру. Для того, чтобы его вернуть к правильной температуре, я его ставлю обратно на плиту и добавляю сюда небольшое количество жирных сливок. Ну, где-то 70-80 миллилитров. Жирных, потому что, мне кажется, именно жирные сливки дают вот такое прекрасное ощущение, знаете, и насыщенности вкуса, их же здесь совсем чуть-чуть, на самом деле, но и вот такой густоты. Вот, посмотрите, видите, какая текстура, вот она, она абсолютно как бархат, ну, просто шелк, я не знаю, чудо. Я добавляю пармезан, но, на самом деле, здесь может быть совершенно любое ваше предпочтение. Козий сыр, не обязательно твердый, он может быть такой, немножечко поломанный кусочками, фета будет хороша. Ну, или возьмите как-то что-нибудь копченое. Кстати, копченый сыр тоже может быть очень интересно. Топинамбур такая штука, что он вообще любит вот такие роскошные ароматы, а поэтому и трюфель, если есть свежий, боже, это вообще сразу получится праздник жизни, а не только живота. Даю возможность всем ингредиентам прогреться и объединиться в одну песню и в одну сказку. Ни в коем случае не довожу до кипения, держу руку на пульсе, как говорится, ну, или, вернее, на половнике. Вот первые пузырьки появляются, и мы тут же выключаем. Выключаем и снимаем с комфорки. Теперь у нас есть буквально несколько минут для того, чтобы порубить какой-нибудь зелень. Шнит-лук прекрасно, может быть, кинза, может быть, мята. Петрушка, на мой взгляд, в данном случае просто побеждает все остальные ароматы, потому что она деликатная девушка. Поэтому мелко-мелко рубим петрушку. Ну, мелко, с одной стороны, с другой стороны, все-таки, чтобы она была узнаваема. Вот такими листочками. Добавляю петрушку сюда, и суп можно подавать. Конечно, такой суп, он прекрасен с гренкой из хлеба, он прекрасен просто со свежим кусочком батона, багета, как вам больше нравится. Сам по себе, кроме того, что он прекрасен, он еще и легкий. И, конечно же, не представляет никакой опасности для талии в преддверии такого летнего сезона. Но, чему всегда и суп рад, и я тоже, это бокалу хорошего вина. Потому что хорошее вино позволяет нам получить действительно полезные ингредиенты, как антиоксиданты. Не говоря уж о том, что настроение от бокала хорошего вина всегда поднимается и улучшается. И вот конкретно этому супу из топинамбура или иерусалимского артишока очень хорошо подойдет насыщенное красное вино с терпкими нотами из региона Риоха. Риоха – это вино вообще с историей, и в этом регионе его делают более двух тысяч лет. И мне кажется, что вино – это настолько, знаете, история про ДНК. Люди, которые со времен Древнего Рима или даже Древней Греции научились делать вино, научились вкушать вино, научились пить вино. Они нам передали вот этот свой кайф от жизни, вот это счастье от момента сварить суп, сесть со своими близкими, друзьями, родными людьми и получить удовольствие. А вот в этом вине вообще уникальная история. Здесь сложились особенные климатические условия, и виноградники окружают жаркое Средиземноморье и прохлада Атлантики. И вот поэтому ягоды обретают совершенно особый вкус. То есть это действительно какая-то, знаете, уникальная геолокация. При этом красные вина Риохи очень хорошо сочетаются почти с любым блюдом на столе. Вот хотите такой суп, хотите, как я уже сказала, кусочек хлеба с кусочком сыра, помидоры. Маркировка значком Риохи гарантирует подлинность происхождения вина и гарантирует его качество. И этот значок говорит о том, что вино сделано из винограда, который вырос в регионе. То есть это настоящее испанское вино. Ну, настоящее испанское вино, мне кажется, не только для испанцев, но и для нас с вами настоящая радость. Радость прекрасного дня и хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова